Здравствуйте! Время новостей на нашем телеканале в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главных событиях этого дня. Завтрашнего дня в Молдове начинается вакцинация детей против COVID-19. Как будет проходить процесс и кому из несовершеннолетних можно делать прививку, расскажем далее. Лишь 25% граждан Молдовы считают, что хорошие времена, обещанные властями, начались. А 94% утверждают, что ситуация в стране ухудшилась за первые 100 дней правительства Гаврилицы. На это указывают данные опроса, обнародованные сегодня. За несколько дней до новых местных выборов, которые назначены на 21 ноября, Центральная избирательная комиссия исключила изгонки одного из кандидатов в примары муниципе Абельцы. После прошедших утром обысков в доме экс-главы агентства госуслуг Сергей Райлян был задержан. Начиная с 18 ноября в Молдове разрешена вакцинация детей старше 12 лет против COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Министерства здравоохранения. По их словам, в этих целях будет применяться прививка Pfizer двумя дозами с разницей в 21 день. Разрешается иммунизация только с согласия родителей или законных представителей детей на основании письменной заявки на вакцинацию, поданную в медицинское учреждение. Прививку детям 12 лет и старше будут делать при письменном согласии родителей или законных представителей детей. Вакцинация детей будет проводиться только в медицинских учреждениях. Как уточнила госсекретарь министерства, прививка в мобильных пунктах для этой категории запрещена. Для иммунизации детей 12 лет и старше рекомендованы вакцины Pfizer и Moderna. Однако в настоящее время Молдова располагает лишь первой. В республике Молдова одобрено применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но пока этот процесс блокируется по техническим причинам. Об этом заявила госсекретарь министерства здравоохранения Светлана Николаевску. По ее словам, дополнительная доза вакцины от COVID-19 в первую очередь будет сделана медицинским работникам, тем, кто работает на передовой борьбы с COVID-19, а также лицам из группы риска. Что же касается остального населения, то в Минздраве этот вопрос пока не рассматривается. Между тем, бустерная вакцинация сейчас активно продвигается во многих развитых странах мира. Бустерные или дополнительные дозы вакцины от коронавируса, призванные усиливать действие предыдущих вакцин, будут доступны для медицинских работников, в частности, тех, кто работает на первой линии борьбы с COVID-19, а также пожилых людей и других граждан из группы риска. О введении третьей дозы остальному населению страны речь пока не идет. Мы заблокировались на техническом уровне. Чтобы перенести рекомендации в определенный порядок действий или в решение, очень важно точно понимать, какие категории имеют право на получение третьей дозы и по каким схемам проводить вакцинацию. Другая проблема при применении третьей дозы, по словам представителя Минздрава, это тип используемых сывороток. Некоторые из них не предназначены для последующего усиления. Вы знаете, что в Республике Молдова по первичным схемам использовался ряд вакцин, которые не применялись во многих более развитых странах. Поэтому опыт и практика по включению этих людей в схемы вакцинации или по введению третьей дозы лицам, получившим соответствующие вакцины, пока незначительны. В Министерстве здравоохранения утверждают, что число заражений коронавирусом нового типа постоянно снижается. А суммированная заболеваемость за последнюю неделю составила 184 случая на 100 тысяч населения, что соответствует оранжевому коду эпидемиологической опасности на национальном уровне. Исключение составляет только Приднестровский регион, поэтому представителям местных администраций разрешено пересмотреть некоторые ограничения, введенные ранее. В то же время соблюдение физической дистанции, ношение масок в общественных местах, а также предъявление ковид-сертификатов в кафе, театрах или ресторанах остаются обязательными. С начала кампании по вакцинации в Молдове две дозы вакцины от COVID-19 получили более 906 тысяч человек, это около 27% населения. Для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, уровень вакцинации должен составлять не менее 70%. В Молдове, возможно, скоро появятся таблетки для лечения коронавируса. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям разрешило ввоз в страну молнопиравира – противовирусного препарата американского производства. Пока неизвестно, когда он начнет применяться нашими врачами. Молнопиравира – это пероральный противовирусный препарат, который снижает способность вируса COVID-19 воспроизводиться в организме, предотвращая тем самым серьезные формы заболевания. Все другие методы, разработанные для лечения этой инфекции, являются инъекционными. Согласно клиническим исследованиям, препарат на 50% снижает риск госпитализации при заболевании, а также летального исхода пациентов с SARS-CoV-2. Только 25% граждан страны считают, что наступили хорошие времена. При этом изменилась расстановка политических формирований в рейтинге доверия населения. На это указывают данные социологического опроса, проведенного компанией по исследованиям и стратегиям ИМАС, согласно которым правительство ПДС не оправдало ожиданий большинства граждан. Одновременно соцопрос демонстрирует существенный рост уровня доверия к партии ШОР. Так, политформирование закрепилось на третьей позиции, а его председатель Илон ШОР входит в топ политиков, пользующихся наибольшим доверием населения. Согласно опросу ИМАС, 77% граждан не ощущают, что начались хорошие времена, а 94% утверждают, что за первые 100 дней правительства Гаврилица ухудшилась ситуация с ценами. Около 70% опрошенных считают, что экономика идет на спад, а почти 60% уверены, что уровень жизни ухудшился. Вместе с тем, только 11% респондентов говорят, что их личная жизнь стала лучше при нынешнем правительстве. Давая оценку деятельности Кабмина в сравнении с прошлыми ожиданиями, 62% выразили разочарование, 25% утверждают, что ожидания оправдались, и лишь 2% заявили, что результаты превысили ожидания. Глава пресс-службы правительства Анастасия Табурчану заявила для ТВ6, что не комментирует результаты опроса. Кроме того, проведенное исследование свидетельствует о том, что всего за 4 месяца партия ШОР значительно повысила свой рейтинг в предпочтениях граждан. Так, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, за политформирование Илона ШОРа проголосовали бы около 11% избирателей. Это на 5% выше результата достигнутого на досрочных выборах 11 июля. Первое место занимает правящая партия действий «Солидарность» с 38%. На втором – блок коммунистов и социалистов, за которых готовы проголосовать 36% респондентов. Также результаты исследования указывают, что партия ШОР сохраняет третье место по уровню доверия. Ей симпатизирует около 13% населения. Вместе с тем, 32,5% участников опроса отдают предпочтение лидеру политформирования Илону ШОРу, который таким образом остается в топе наиболее популярных политиков страны, опережая в том числе спикера парламента Игоря Гросу. Опрос ИМАС был проведен в период с 23 октября по 15 ноября среди 893 респондентов. Погрешность составляет плюс-минус 3%. Республика Молдова оказалась в руках лживых и некомпетентных людей, жаждущих власти и неспособных руководить. Они издеваются над верховенством закона, играют жизнями и здоровьем граждан, разрушают экономику и даже то немногое оставшееся, что было сделано до них. А вина за катастрофическое положение дел лежит в первую очередь на главе государства. С такими заявлениями выступил председатель партии Шор Илон Шор по прошествии года со дня избрания Майя Санду на должность президента страны. По словам председателя партии Шор Илона Шора, вина за кризисную ситуацию, в которой находится сейчас наша страна, в первую очередь лежит на президенте Майя Санду, которая обещала хорошие времена, а привела к трудным. Это день, когда фактически был заложен фундамент нынешней власти, потому что после этих выборов страна перешла к сложному процессу трансформации, который спровоцировал длительный политический кризис и превратил страну в полигон для электоральных битв. Илон Шор констатировал, что Майя Санду не выполнила ни одного предвыборного обещания. Обещала благосостояние, а принесла бедность. Обещала правосудие, а принесла беззаконие. Обещала, что будет бороться с коррупцией, а выступает с ней единым фронтом. Обещала повышение пенсии и зарплаты, но единственное, что повысилось, это цены. Обещала демократию и свободу, а установила диктатуру. Обещала привести хороших людей, а привела коррумпированных, некомпетентных и наглых. Исходя из этого, Илон Шор рекомендует Майя Санду отказаться от должности президента. Вина за все это катастрофическое положение дел лежит в первую очередь на Майя Санду. Это она обманула ожидания людей и воспользовалась их искренним желанием изменить ситуацию к лучшему. Она должна взять на себя полную ответственность за этот провал. Вот почему единственная рекомендация, которую я могу ей сейчас дать после года ее пребывания на вершине власти, это уйти. Советник главы государства по связям с общественностью Сарина Штифырца заявила, что администрация президента не комментирует политические высказывания Илона Шора. Итоги 100 дней своей деятельности подвела и парламентская фракция партии Действия и Солидарность. За этот период, говорится в представленном отчете, в парламенте были приняты 52 законодательные инициативы. При этом оппозиция не раз жаловалась на то, что представители партии и власти отказываются не только поддерживать предложенные ею законопроекты, но даже включать их в рабочую повестку законодательного органа. Среди инициатив, рассмотренных депутатами ПДС за эти 100 дней, были и поправки в законопрокуратуре, которые, как говорят в правящей партии, позволили создать механизм оценки работы генерального прокурора. Мы хотим, чтобы была функциональная прокуратура, прокуратура, которая служила бы общественным интересам и обеспечивала справедливость. Однако эксперты расценили эти изменения как способ убрать Александра Стояногла с должности генерального прокурора. Другой выдвинутой инициативой стали поправки в Конституцию. Их цель, по словам авторов, избежать политического подчинения судей. А в закон о национальном органе по неподкупности были внесены изменения, предусматривающие более строгий контроль имущества чиновников и их родственников. Депутаты от правящей партии также похвастали тем, что увеличили минимальную пенсию до 2000 леев для лиц с полным трудовым стажем, а остальным пенсионерам пенсии были проиндексированы на 3,86%. Это решение вызвало волну критики в обществе, так как в ходе предвыборной кампании партия «Действия и солидарность» обещала, что минимальный размер пенсии будет 2000 леев без каких-либо исключений. Это первый шаг, хотя мы и понимаем, что это увеличение, даже если оно в среднем было довольно значительным, около 400 леев не решает проблему полностью. Кроме этого, за прошедшие 100 дней парламентская фракция ПДС отправила в отставку весь состав Совета по телевидению и радио, хотя некоторые члены этой структуры многие годы посвятили борьбе с цензурой. Они занимались политической борьбой, но это не может дальше продолжаться, пока мы находимся у власти. Согласно отчету депутатов парламентского большинства, из 95 зарегистрированных за этот год законопроектов принято 52. И это в условиях, когда оппозиция не разжаловалась, в том числе представителям международных организаций, что ее инициативы игнорируются парламентским большинством. Ранее депутат от партии ШОР Марина Таубер на одном из пленарных заседаний заявила присутствовавшим на нем докладчикам парламентской ассамблеи Совета Европы, что парламентская оппозиция лишена каких-либо прав и полностью игнорируется большинством от ПДС. Депутат отметила, что до сих пор все законодательные инициативы фракции партии ШОР сразу же отклонялись, не говоря уже об их рассмотрении. Визит президента Майя Санду в Российскую Федерацию для встречи с Владимиром Путиным пока не планируется, но его вероятность сохраняется. Это дали понять министры иностранных дел Молдовы и России во время совместной пресс-конференции, проведенной 17 ноября. О других итогах переговоров глав дипломатических ведомств двух стран в нашем следующем сюжете. Это уже второй визит Нику Папеску в Москву в качестве министра иностранных дел. Первый состоялся в сентябре 2019 года при правительстве Майя Санду. Нынешний визит происходит в канун символичной даты для молодо-российских отношений, 20-летнее заключение договора о дружбе и сотрудничестве, который мы подписали 19 ноября 2001 года. Подводя итоги переговоров, Нику Папеску и Сергей Лавров заявили, что в ходе встречи была предметно обсуждена повестка дня молдавско-российских отношений. Также была выражена позиция сторон по ряду конкретных вопросов. В частности, Нику Папеску высказался о заинтересованности Кишинева в упрощении экспорта молдавской продукции на российский рынок. Была вновь высказана наша позиция, что по поводу пересмотра российскими властями, применяемых к ряду молдавских товаров возных пошлин, а также необходимость отмены существующих ограничений под допуском молдавских экспортеров и молдавской продукции на российский рынок. Сергей Лавров, в свою очередь, дал понять, какую позицию от Кишинева ожидает в Москве. Мы услышали наших коллег, которые подтвердили сегодня в очередной раз свою линию на сохранении баланса во взаимодействии с евразийскими интеграционными структурами и Европейским Союзом. Кроме того, по словам молдавского министра, нужно вывести оперативную группу российских войск из Приднестровья, так как это противоречит нейтральному статусу Республики Молдова, и решить проблему с боеприпасами, хранящимися на складах в Колбасне. Необходимо продолжить диалог по транспарентному и вернуться к вопросу возобновления вывоза и утилизации боеприпасов, которые являются источником риска для жителей региона, Приднестровского региона, этих боеприпасов в селе Колбас. На это Сергей Лавров заявил, что для начала нужно возобновить диалог в переговорном формате 5 плюс 2, прерванный два года назад. При этом недавно молдавская сторона в очередной раз попросила перенести встречу в этом формате, которая должна была состояться 2-3 ноября в Стокгольме. По поводу визита президента Майя Санду в Российскую Федерацию для встречи с Владимиром Путиным, оба министра дали понять, что он пока не планируется. Как только накопится позитив содержательный и будет на то согласие нашего руководителя, они обязательно повидаются. Ну а чтобы содержательный позитив в двусторонних отношениях накопился, в ближайшее время, как сказали министры, должно состояться очередное заседание Молдавской Российской Межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором будут обсуждены двусторонние проблемы в сфере экономики и торговли. Нику Папеску является сопредседателем этой комиссии с молдавской стороны. Также в ходе пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что Россия готова помогать Молдове в борьбе с пандемией, в том числе поставкой российских вакцин. Правительство дало положительный отзыв на законопроект, который предусматривает компенсацию повышения тарифов на газ и тепло. При этом помощь предусмотрена только для бытовых потребителей, которых около 746 тысяч. В этих условиях кафе, бары и рестораны намерены повысить цены на 30%. Законопроект должен быть принят парламентом, после чего правительство приступит к компенсации разницы в тарифах с ноября по март следующего года. За первые 50 кубометров газа граждане будут платить 6 леев и 80 банов за кубометр. За следующие 100 – 7 леев и 90 банов, что почти в два раза больше прежнего тарифа – 4 леев и 30 банов. Что касается компенсации за теплоэнергию, то за первую потребленную гигакалорию правительство компенсирует 67% разницы между ценой в текущем месяце и ценой в октябре 2021 года. На это предусмотрено 210 миллионов леев. Национальная ассоциация ресторанов и мест отдыха обратилась к кабинету министров с просьбой пересмотреть решения относительно экономических агентов, чтобы избежать банкротства сектора Харека – отрасли, в которой действуют крупные налогоплательщики. Граждане должны платить только за те услуги, которые они получают. Исходя из этого принципа, парламентской фракции партии ШОР разработан законопроект, согласно которому собственников квартир, отключенных от централизованной системы отопления, поставщик не может взимать плату за эти услуги. Об этом объявил в ходе брифинга депутат от партии ШОР Вадим Фатеску, призвав коллег из других фракций поддержать эту инициативу, особенно актуальную в условиях резкого повышения тарифов. По словам Вадима Фатеску, суть инициативы заключается в отмене ряда положений закона о тепловой энергии, несправедливых по отношению к собственникам квартир, отключенных от централизованной системы отопления. Эта категория потребителей, как отметил Фатеску, насчитывает в стране десятки тысяч граждан. Поскольку они отказались от услуг общего отопления, они, исходя из простой логики, не должны больше платить за эти услуги. Никоим образом, ни одного лея. Тем не менее, это далеко не так. И по отношению к этим людям, по-прежнему совершается большая несправедливость. Для тех потребителей, которые на законных основаниях отказались от услуг центрального отопления, депутаты от партии ШОР предлагают отдельно рассчитывать и тарифицировать оплату за дополнительные услуги, связанные с обогревом общих помещений или с функционированием системы отопления. Также фракция ШОР настаивает на том, что никто из потребителей не должен оплачивать потери поставщика услуг. Мы предлагаем запретить поставщику тепловой энергии требовать повышения тарифа для конечных потребителей, мотивируя необходимостью включения в цену расходов на потери тепловой энергии. Вадим Фатеску напомнил, что этой проблеме уже более 10 лет. За это время в адрес государственных органов поступили тысячи обращений от потребителей, которые оспаривают такой механизм оплаты транзита тепловой энергии. Напомним, в начале ноября владельцы квартир с автономным отоплением обратились в суд с исковым заявлением против акционерного общества Термоэлектрика, заявив о своем несогласии с тем, что им приходится платить за так называемый транзит тепла через их квартиры, хотя у них есть собственное отопление. Сообщалось, что общая сумма ущерба по предварительным оценкам составляет не менее 200 миллионов леев. Со своей стороны предприятие Термоэлектрика утверждает, что руководствуется только законодательством. А соответствующие выплаты не могут считаться пеней или дополнительной платой, поскольку представляют собой реальное потребление теплоэнергии жилого дома в целом. Владимир Даки, кандидат на должность примара муниципия Бельца, от политической партии Ной, может быть исключен из предвыборной гонки. Бельскому суду предстоит принять решение по запросу Центральной избирательной комиссии. Причиной названы нарушения финансовой отчетности. По данным ЦИК, Владимир Даки, претендующий на пост примара муниципия Бельца, в период кампании распространил в муниципии предвыборные листовки на сумму 8200 леев, средства которой не были указаны в финансовых отчетах. В результате Центр избирком потребовал исключить кандидата из гонки. Установлено использование конкурентам на выборах Владимиром Даки, выдвинутым политической партией Ной, незаявленных финансовых и материальных средств на новых местных выборах в муниципальном округе номер 2 Бельцы, говорится в пресс-релизе учреждения. В то же время Центральная избирательная комиссия отмечает, что партия Ной не представила никакого финансового отчета, хотя неоднократно была об этом предупреждена. В свою очередь, вице-председатель партии Кристиан Ризя говорит, что деньги, уплаченные за рекламные материалы, это пожертвования, для которых не был открыт отдельный счет. Он добавил, что документ должен был быть включен в финансовый отчет партии и назвал решение ЦИК неправомерным. Я говорил, что они найдут причины, и вот нашлась банальная причина запретить кандидатуру господина Владимира Даки от политической партии Ной, так как в вопросах у него процент, который позволил бы ему пройти во второй тур. Страх этой системы перед Ризей. Кристиан Ризя утверждает, что если Бельский суд выполнит требования ЦИК и Даки будет исключен из гонки, решение судей будет обжаловано в вышестоящей инстанции. ЦИК приступила к печати бюллетеней для голосования на новых местных выборах, назначенных на 21 ноября. Бюллетени будут отпечатаны Кишиневским полиграфическим комбинатом. По данным ЦИК, их общее количество составляет 130 917. Наибольшая часть из которых, 102 тысячи, будут распределены на избирательные участки в муниципе Бельце. ЦИК также сообщает, что в бюллетене добавлен новый элемент – государственный герб Республики Молдова и эмблема Центральной избирательной комиссии. 21 ноября выборы пройдут в 15 населенных пунктах страны. В муниципе Бельце за пост примара борются 11 кандидатов. Кандидат от партии Шор на выборах примара в Бельцах Марина Таубер призвала своих контр-кандидатов прекратить провокации и клевету в ее адрес. В адрес лидера партии Илона Шора и членов партийной команды. В прямом эфире на своей странице в соцсети она обратила внимание на то, что некоторые оппоненты из-за отсутствия аргументов в свою пользу строят избирательную кампанию на очернении других. Марина Таубер отметила, что с самого начала ею была выбрана стратегия продвижения собственной повестки дня без нападок на оппонентов, даже при том, что у нее имеется достаточно информации, которая могла бы их скомпрометировать. Я думаю, что вы заметили, и я это говорю на всех встречах, что я не хочу говорить о контр-кандидатах, о бывших примарах, о нынешней администрации. Я не называю ни имена, ни фамилии, ни какой адресы вы с моей стороны не видите, хотя поверьте, у меня есть достаточно информации для того, чтобы всем и многим контр-кандидатам было абсолютно неприятно. Она подчеркнула, что не кандидаты на выборах решают, кто лучший, а избиратели, и призвала своих оппонентов не давать собственных оценок. Если считаете себя достойными, то выигрываете или играете и пытаетесь что-то сделать честно. Не тратьте деньги и время на троллей, на ботов, на людей, которые будут просто 2-3 фразы писать, и понятно, что это фрейк-аккаунты. Марина Таубер также заявила своим оппонентам, что и дальше не будет обращать внимание на выпады с их стороны и не станет отвечать им той же монетой. Однако она продолжит внимательно следить за всеми их нападками и клеветой, и в случае необходимости им придется предстать перед судом. Кандидат от партии ШОР на должность примара муниципия Бельцы Марина Таубер в избирательном бюллетене будет указана под номером 9. Новые местные выборы в Бельцах пройдут 21 ноября. Намерен сделать город более чистым и энергоэффективным. По словам Максима Бурдужи, кандидата в примары муниципия Бельцы от партии Национального единства свои усилия он направит на создание системы сортировки и переработки бытовых отходов. Он утверждает, что в результате город получит еще и годовой доход в размере около 100 миллионов леев. Эти средства могут быть использованы для развития местной инфраструктуры. Об этом кандидат заявил накануне во время предвыборных теледебатов. В случае избрания примаром муниципия Бельцы Максим Бурдужи планирует создать систему переработки бытовых отходов в биомассу, благодаря чему жители Бельц смогут получать тепловую и электрическую энергию по цене гораздо более низкой, чем нынешняя. Своё намерение он озвучил во время предвыборных дебатов, организованных телеканалом ТВ Норд. Преобразовать бытовые отходы города Бельцы и имеющиеся у нас биомассу, а также другие возможные отходы, которые могут пойти через пиролизную установку, чтобы получить тепловую и электрическую энергию, что снизило бы затраты на 50%, и это принесло бы компании и городу до 100 миллионов в год. Как отметил кандидат, который является отцом шестерых детей, в прошлом работал в службе социальной помощи, законодательная база, касающаяся социальной поддержки нуждающихся семей, несовершенна, поэтому он хотел бы создать на муниципальном уровне отдельную платформу для повышения эффективности этой деятельности в Бельцах. В одних случаях нет печи, в других нет окна, в других домах обваливается крыша, и мы даем им деньги. Они их проедают и опять замерзают, и у них проблемы. Нам необходимо связать предпринимателей города Бельцы с представителями местной публичной администрации, отдела социальной помощи и найти решение. Еще одно обещание Максима Бурдуже – выявить незаконно отчужденные зеленые насаждения в муниципии. Кандидат намерен проверить все договоры на аренду, заключенные с хозяйствующими субъектами, и вернуть в управление премарии заброшенные здания. Максим Бурдуже в избирательных бюллетенях на местных выборах 21 ноября значится под номером 3. Сергей Райлян, занимавший ранее должность директора агентства государственных услуг, задержан на 72 часа после обыска, проведенного утром 17 ноября в его доме. По данным Службы информации и безопасности, его подозревают в превышении служебных полномочий в период работы в агентстве. В 2011 году Райлян занимал должность генерального директора государственного центра информационных ресурсов «Регистру», а в 2017 году был назначен правительством директором агентства госуслуг. 25 июля 2019 года Райлян был снят с занимаемой должности. Виарел Марарь не вернется в прокуратуру по борьбе с коррупцией. Такое решение принято Кишиневским судом сектора Рыжкановка, где состоялось последнее слушание по этому делу. В то же время, 22 ноября, суду предстоит вынести решение и по делу об отзыве Мараря с должности главы прокуратуры по борьбе с коррупцией. Приказ об увольнении Виарела Мараря подписан генеральным прокурором Александром Стоиногло 12 августа. К этому времени в отношении Мараря было возбуждено несколько уголовных дел. В январе 2020 года его обвинили в злоупотреблении служебным положением, указании ложных данных в официальных документах и вмешательстве в уголовное преследование. Через месяц, в феврале 2020 года, против Виарела Мараря было возбуждено еще одно уголовное дело по факту незаконного обогащения и отмывания денег в особо крупных размерах. На период расследования Мараря отстранили от должности, а затем поместили под судебный контроль. Однако виновным он себя не признает, а приказ о своем увольнении считает незаконным. Пьяный в стельку за рулем мотоцикла с самого утра. Речь идет о 37-летнем мужчине, которого остановили правоохранительные органы, когда он возвращался с другом из магазина и ехал по дороге хаотично. По данным полиции, инцидент произошел в среду утром в Еловенах. Мужчина прошел тест на алкоголь, который показал концентрацию спирта в выдыхаемом воздухе в три раза выше допустимой нормы. Водительских прав у него не было. Мотоцикл изъяли и поместили на специальную стоянку. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для любви нет преград и возраст не имеет значения. Это доказала пара из столицы, соединившая свои судьбы в передаче Хайсени Касатарим на нашем телеканале. Теперь влюбленные среди другой 41 пары борются за главный приз – поездку на море. Кто они, наши герои и о чем мечтают, расскажем в следующем сюжете. Несколько месяцев назад 69-летний Павел пришел на съемочную площадку шоу Хайсени Касатарим в поисках своей второй половинки. Его первый выбор оказался неудачным, поэтому он попытал счастье в другом выпуске передачи. Здесь он познакомился с 71-летней Анастасией. Случайно или нет, но оказалось, что когда-то их связывали отношения. Однако из-за каких-то неурядиц они расстались. Звезды сошлись, когда они вновь встретились, и теперь пара неразлучна. Она была в красивом платье, с прической. Я был немного шокирован, но потом справился. Вот как это было. Я снова находился перед выбором, как это уже было однажды, и получил еще один шанс. Когда мне сказали, что женихом оказался Павел, я совсем растерялась. Думаю, что Всевышний снова соединил нас. Они полны жизни и с гордостью рассказывают о своих прекрасных отношениях, которые возродились после выпуска передачи «Хайсене Касатарим». Ходим вместе на вечеринки, свадьбы, поминки, дни рождения. Отправимся путешествовать куда-то на море или еще куда-то. Как вы ее ласково называете? Настика. А вы? Иногда пую, малышом, павлушей. Только вот я великоват для малыша. Павел и Анастасия, пара, образовавшаяся в рамках проекта «Хайсене Касатарим», участвуют вместе с другой 41-й парой в розыгрыше главного приза «Путевки на море для двоих». Победители выберут телезрители в ходе голосования, которое завершится 13 декабря. Следите за нашим эфиром, чтобы вместе с нами узнать, кто станет счастливым обладателем приза. Не упустите возможность стать героями уникального для нашей страны шоу, заполнив анкету на странице «Хайсене Касатарим» в Facebook или посетив веб-страницу «Касатарим.мд». Раскупаются быстрее, чем горячие пирожки. Билеты в онлайн-продажи на самый ожидаемый матч в истории молдавского футбола между терраспольским шерифом и легендарным испанским клубом «Реал Мадрид» разошлись всего за час. Чтобы увидеть этот долгожданный поединок, молдавские болельщики заплатили от 600 до 2100 леев. Отметим, что в условиях пандемии стадион может быть заполнен только на 50% от предусмотренной вместимости. В турнирной таблице группы «Д» Лиги чемпионов подопечные Юрия Вернидуба занимают сейчас третье место с шестью очками после двух выигранных и двух проигранных матчей. Встреча шерифа с «Реалом» состоится 24 ноября в Тирасполе. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Варсан. Оставайтесь на нашем телеканале, а также следите за событиями онлайн на сайте tv6.md и на наших официальных страницах в соцсетях. Далее о погоде на четверг. Добрых новостей. До встречи в эфире. В Кишиневе 18 ноября температура воздуха поднимется до 8 градусов. В Бельцах будет плюс 5 и дожди. В Бричанах также пройдут осадки. Температура 7 градусов выше нуля. В Сороках и Флорештах плюс 6. Пройдет дождь. В Леушенах 8 выше нуля. В Аргееве и Дубасарах плюс 7. В Унгенах 6 градусов тепла и дожди. В Тирасполе 7 выше нуля. В Камрате плюс 8. В Кагуле 9 градусов тепла. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте плюс 11. В Киеве будет 4 градуса тепла и дожди. В Москве нулевая температура. Пройдет дождь со снегом. В Лондоне и Мадриде плюс 13. В Париже 10 выше нуля. В Риме 17 градусов тепла. В Берлине 9 выше нуля. Дождь. В Афинах плюс 16. В Риме 17 градусов тепла.